Инна Петрова 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 вот эту ситуацию на холсте возникнет ваш вкус живописи ваше видение которое здесь изображено это ваша интерпретация того что вы видите сочинение на мой взгляд в этом то и есть красота художника что он не срисовывает действительность эти цветы и он пишет например свое ощущение того что он видит и она абсолютно многогранное бесконечные эти ощущения они разные все время каждый день вы сейчас завтра придете будете писать по-другому потому что новые ощущения попили кофе например какой-нибудь без кофеина новый и у вас ух все взыграло и взгляд то изменился и все по-другому видится на эту же тему дмитрий галко художники бывают творцы дельцы и ремесленники последние ходячие фотоаппараты и фотообои ну вот важно не превратиться в эти фотоаппараты фотообои абсолютно точно дмитрий написал художник это творец творец значит он творит на этой основе сочиняет эту музыку живописи каждый раз новую вот в чем штука каждый раз новую абсолютно новая как будто бы в первый раз он выходит на сцену приезжайте на живой класс который в гурзуфе проведу 22-26 октября набор идет это очень хорошее время спокойно и никого нет народа нет очень красивые динамичные состояния что поработаем вместе елена у меня грязь начинается когда нужные краски заканчиваются и начинаю месить из того что осталось на палитре если лень оторваться и выдавить это кстати вот проблема у меня тоже лень всегда оторваться месяц что ты но потому что увлечен сильно работой а в итоге все под тряпку то есть стирает все счищается нас учили что небольшой процент грязи допускаются но лучше без нее это как рыба например на рынке второй свежести раньше продавали такой то есть не свежая немножко с тухлинкой а некоторые люди любят например немножечко за пашком рыбку есть с гнильцой у меня был такой мощный опыт я целиком не расскажу всю историю но отдельный фрагмент когда студия была и снимали мы фильмы нас пригласил один человек снять фильм про медитирующих людей в общем такая длинная история и потом он спросил ну как тебе понравилось что тебе понравилось что тебе не понравилось но я будучи честным человеком а идея такая что что люди медитируют например условно говоря 5000 человек и все на земле изменяется поле улучшается и и все становятся добрее светлее такие небесные как тебе такая идея мне пришло в голову жесткое довольно таки сравнение но вот перед тобой куча я сказал по-честному так она и ты сыпешь на него сахар например много сахара 5000 крупинок сахара но вкус от этого не изменится он очень поерзал поерзал сильно мы потом отказались от этого проекта но было очень все так непросто так вот как можно допустить процент грязи живописи на мой взгляд это я бы поговорил с этими ребятами которые вас учили допускать небольшой процент грязи а зачем зачем еда с гнильцой или помидор ты ешь например а там допускается пять процентов гнилого ну ты его чекаешь я ничего там незаметно будет или например кашу готовишь на чуть-чуть прокисшем молоке ну свернется же ну кто ее будет есть лучше по-новому сварить мне кажется елена чтобы избежать этого нужно просто много краска выдавливать с запасом чтобы потом не не лениться или додавливать все время но краска должна быть на палитре без красок живописи не получится только у гениев но посмотрите сколько тот же бата выдавливает даже с ума сойти я раньше когда жалел сильно краски он подошел ко мне один раз научил меня не жалеть зачерпнул все вот так и уж маркнул мне прям мой хост несколько мазков сделал все там что у меня было это же такая ценность для меня краски взял и все теперь и перемешать зачерпнул ну это прошло много времени после этого когда я уже так перестал жалеть это всегда все равно нет сейчас уже не жалею людмила гусельникова хочется посмотреть картину подсолнухи в вашем исполнении у фешина они прекрасны посмотрел вашу коллекцию картины не нашла благодарю заранее но я действительно писал один раз наверное подсолнух покажу вам его будучи в швейцарии был дождь и мы в вазу поставили красивая ваза букеты цветов и там был подсолнух детально ее наверное не удастся показать ну как как смогу потому что картина уже продана давно и и и и и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует...